Вода присутствует во всех земных оболочках, в том числе и в атмосфере. Она попадает туда, испаряясь с водной и твердой поверхности Земли и даже с поверхности растений. Вспомните состав атмосферы. Наряду с азотом, кислородом и другими газами в воздухе всегда содержится водяной пар. Вода в газообразном состоянии. Количество водяного пара, которое может содержаться в воздухе, зависит от его температуры. Например, 1 кубический метр холодного воздуха при температуре около минус 10 градусов Цельсия может содержать максимально 2,5 грамма водяного пара. Но 1 кубический метр воздуха при температуре плюс 20 градусов Цельсия может вместить до 17 граммов водяного пара. Количество водяного пара в граммах, содержащиеся в 1 кубическом метре воздуха, называют абсолютной влажностью. Абсолютная влажность воздуха всегда выше над океанами, чем над сушей. Самые низкие показатели абсолютной влажности воздуха наблюдаются в Антарктиде. Они составляют сотые доли грамма на кубический метр. А самые высокие показатели абсолютной влажности воздуха наблюдаются в экваториальных широтах – 23 грамма на кубический метр. Отношение количества водяного пара, которое содержится в атмосфере, к максимальному количеству водяного пара, который может вместить в себя воздух при данной температуре, называют относительной влажностью воздуха. Относительная влажность воздуха измеряется в процентах. Если в воздухе содержится максимальное количество водяного пара, который может вместить в себя воздух при данной температуре, то такая относительная влажность воздуха равна 100%. Такой воздух называют насыщенным. Относительная влажность воздуха не всегда равна 100%. Например, в воздухе содержится 3 грамма водяного пара, однако при данной температуре этот объем воздуха может вместить в себе 5 граммов водяного пара. Тогда относительная влажность воздуха будет считаться следующим образом. 3 делим на 5, умножаем на 100 и получаем 60%. То есть воздух насыщен влагой лишь на 60% от максимально возможного содержания водяного пара при данной температуре. Весь год наибольшая относительная влажность воздуха 80-85% наблюдается в экваториальных широтах. Высокие значения относительной влажности воздуха порядка 80-90% отмечаются в полярных широтах. Здесь при низких температурах и малой абсолютной влажности воздух близок к насыщению. В тропических широтах относительная влажность в целом понижена и составляет 60-70%, а в умеренных широтах повышена и фиксируется на уровне 70-80%. Когда воздух поднимается, он начинает охлаждаться, и на определенной высоте водяной пар превращается в капельки воды. Образуются облака. Выделяют различные виды облаков. В теплое время года на небе можно увидеть облака причудливой формы. Это кучевые облака. Обычно они предвестники хорошей погоды. Но если такие облака начинают темнеть и расти, то это кучево-дождевые облака, и значит, скоро будет гроза. Если воздух сильно насыщен влагой, то образуются слоистые облака. Они обычно покрывают все небо и формируются на высоте не более 2 километров. Часто из-за таких облаков идут осадки в виде затяжных моросящих дождей. Иногда эти облака похожи на валы, и тогда их называют слоисто-кучевые. Также на большой высоте облака могут образовываться из кристалликов льда. Такие облака похожи на перья. Их называют перистые. Перистые облака символизируют смену погоды. На картах погоды виды облаков изображают, используя специальные условные обозначения. Совокупность облаков на небосклоне называют облачностью. Облачность измеряется в баллах от 1 до 10. Это очень важная характеристика погоды. Обычно облачность выше над океанами, чем над сушей, так как зависит от количества водяного пара в атмосфере. Большая часть облаков формируется в экваториальных широтах. Здесь высокие показатели испарения и постоянно высокие температуры. В этих районах формируются кучевые и грозовые формы облаков. На картах погоды используют специальные условные обозначения облачности. Кристаллики льда и капли воды в облаках очень малы. Капли удерживаются воздушными потоками и не падают на земную поверхность. Но когда температура воздуха в облаке начинает понижаться, капли и снежинки сливаются друг с другом, увеличивается их объем, а также их вес, и они выпадают на поверхность земли в виде осадков. Осадки могут выпадать в двух видах – жидком и твердом. В теплое время года в основном выпадают жидкие атмосферные осадки, например, дождь. В холодное время года на поверхность земли выпадают твердые атмосферные осадки, например, снег. При соприкосновении насыщенного влагой воздуха с более холодной поверхностью, это может быть поверхность земли или поверхность зданий и строений, при положительных температурах образуется роса, а при отрицательных – иний, изморозь, гололед. Влажный воздух может двигаться горизонтально и иногда на своем пути встречают горы. Поднимаясь вверх, воздух охлаждается, и на наветренных склонах гор образуются осадки. Подветренные склоны гор остаются сухими. Например, в России одно из самых влажных мест – Черноморское побережье Кавказа в районе города Сочи. Здесь за год выпадают более двух тысяч миллиметров осадков, то есть более двух метров. А самые мокрые места в мире – Гавайские острова в Тихом океане и Чарапунжи на северо-востоке Индии. Там за год выпадает свыше 12 тысяч миллиметров осадков. В Москве годовая норма осадков составляет около 600 миллиметров. Количество атмосферных осадков распределено неравномерно. Одно из самых засушливых мест на Земле – это пустыня Атакама в Южной Америке. В некоторых ее частях осадки не выпадали несколько лет, а среднегодовое количество осадков не превышает 10 миллиметров. На количество выпадающих осадков влияют различные факторы. Температура воздуха, атмосферное давление, приоритет в соотношении суши и океана, господствующие ветра, а также океанические течения. В экваториальных широтах выпадает максимальное количество атмосферных осадков. В тропических и полярных широтах их количество невелико. В умеренных широтах количество атмосферных осадков снова увеличивается. Изучить закономерности распределения атмосферных осадков по поверхности Земли можно с помощью диаграммы годового хода атмосферных осадков. Давайте посмотрим на нее. По горизонтальной оси Х отмечены месяцы года, по вертикальной оси У отмечено значение количества атмосферных осадков. Давайте проанализируем такую диаграмму для Москвы. Максимальное количество осадков выпало в июле. Минимальное количество осадков выпало в феврале. Годовое количество атмосферных осадков составило 495,4 мм. На картах точки с одинаковым количеством атмосферных осадков соединяются линиями. Они называются изогиеты. Цветом закрашивается пространство между изогиетами. На картах погоды для отображения вида осадков используют различные условные обозначения. Осадки играют важную роль для жизни человека. Они непосредственно влияют на рисунок расселения человека на поверхности Земли. Районы с избыточным и дефицитным количеством осадков непригодны для жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...